дорогие друзья сейчас я надеюсь мы сейчас просто я не вижу выходим ли мы в эфир на вот сейчас еще раз добрый вечер дорогие друзья никого пока не вижу надеюсь что по крайней мере меня уж точно видите и слышите самое главное что вы слышали потому что очень часто вы мне пишите во время моих трансляций том что плохая мы плохая слышимость надеюсь сегодня вы слышите хорошо сегодняшний мой репортаж трансляция связана с такой темой как древние каноны и современные церковной ситуации в абхазии такую тему я выбрал в связи с публикациями которые последнее время вы наверное видели читали по крайней мере уж точно видели на ленте фейсбуке это выступление публикация отца владимира василика кирилла фролова михаила тюренкова и же с ними по сути все эти выступления и публикации были выложены в интернет ресурсах института стран снг который как известно возглавляет кастин федорович задули ну не знаю кастин федорович решил наверно уже со мной не вести напрямую значит дискуссию и поручить это своим сотрудникам которые я должен констатировать что намного хуже чем он ведут эту дискуссию вот собственно говоря вот это вот эта полемика в интернете она как раз и побудила меня к тому чтобы поговорить о древних канонах их применение к современной церковной ситуации в абхазии поскольку вот в этих выступлениях и публикациях и в том числе обращение значит церковного совета абхазско-православной церкви эта тема очень сильно звучала прежде всего друзья мои я хочу обратиться к вам и попросить вас так близко к сердцу и воспринимать все эти публикации потому что многие из вас очень серьезно это восприняли и многие из вас потом звонили мне писали значит весьма взволнованные вот дело в том что многие мои друзья вы состоите в друзьях на моей странице фейсбуке наверное совсем недавно но те кто изначально являются друзьями то есть начиная с 2012 года они могут вам подтвердить что такого рода публикации они были очень часто было очень много и скажем так с более изощренным таким методом поэтому здесь ничего удивительного и нового нету и самое главное что за этими публикациями ровным счетом не стоит ничего никаких конкретных действий я объясню почему это так в процессе сегодняшней нашей с вами беседы для в качестве иллюстрации для примера вот в отношении аналогичных публикаций я уже несколько раз цитировал вам последнюю мою книгу вот значит абхазия сегодня что делать и позволю еще раз обратиться к этой книге чтобы вас не утруждать здесь есть целая глава которая называется медиа средства массовой информации и подглава вот в этом разделе называется абхазский зритель и российское телевидение я где говорю о пропаганде который к сожалению очень часто ведется на телеканалах россии и кстати сказать это пропаганда последнее время вы наблюдали касалась не только меня или ну афонского монастыря или церковной тематики но вообще в целом абхазии когда отдельные журналисты просто недобросовестно до выкладывали ту или иную информацию с тем чтобы как-то очернить значит нашу страну наших наших людей граждан и так далее понимаю что у нас как и у любой другой страны масса безусловно существует проблем и это мы признаем я в том числе но мне кажется манера значит подачи этих материалов она все-таки несправедливая так вот в декабре 2014 года мне позвонил журналист центрального телеканала россия 1 александр руденко он хочет взять у меня интервью по церковной тематике я сразу предупредил человека сказал что у нас не самые лучшие отношения с чиновниками их так всегда называю церковными чиновниками из рпц а он сказал что да он в курсе и тем не менее он хочет взять интервью я согласился он приехал сюда несколько раз он снимал как храме так и во дворе и вот чем больше мы вовлекались в разговоре в интервью я стал понимать что чем у человека какие-то определенные цель значит он все время провоцировал меня к тому чтобы я высказал что-то плохое в адрес руководство российской федерации что-то плохое в адрес руководства русско-православной церкви какие-то вот такие мотивы они стали очень четко значит видны и за и из этого диалога конечном итоге все закончилось тем что я ему сказал что ну ну александр наверно так не добросовестно делать но что вы хотите что я признался на центральном канале россии 1 что я раскольник я плохой и так далее да что вы хотите а вот и в конечном итоге он мне говорит отец дорофей вы поймите не сниму я пришлю другую группу которая может быть хуже снимет этот репортаж чем я уж лучше я тем они это было сказано в присутствии моих сотрудников все мы конечно были поражены вот и в конечном итоге 29 декабря 2014 2014 года простите значит на телеканале россия 1 вечернем выпуске программа вести с дмитрием киселевым был показан репортаж вот большой репортаж жену в афонском монастыре с моим интервью ну если слава богу это все выложили вы можете посмотреть сразу поймете что такое пропаганда да и как она делается я через месяц написал открытое письмо в адрес генерального директора вктр канта бродиева понятно что никто мне не ответил это обращение опубликовано в одном из наших журналов так что тоже можно ознакомиться где это все подробно всю эту историю излагаю но сейчас я это говорю к чему затем после значит того как в интернете в свободном доступе были было была выложена переписка канцелярии началась слава суркова помощник президента российской федерации вот я вдруг читая эту переписку увидел значит почему этот репортаж был снят оказывается за месяц до этого был другой репортаж на том же канале он же значит в воскресном воскресной программе исти с тем же дмитрием кисиловым об абхазии где очень положительно говорилось об абхазии в том числе новоафонском монастыре и так далее так далее и вот это положительная картина апхазе новоафон Can you honesty а и в том числе або мне эта картина Вызвало негодование такого церковного чиновника, небезызвестного протеуле Николая Балашова, он заместитель, значит, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, то есть замминистра иностранных дел, скажем так, Русской Православной Церкви. У него это вызвало негодование. Вот он в этой переписке, значит, есть его письмо, адресованное Мамонову, а Мамонов был помощником Суркова и курировал абхазский церковный вопрос. И он пишет, отец Николай, на десятой минуте перед российским зрителем предстает, в кавычках, председатель Совета Священной Метрополии Абхазии, Дорофей Дбар, в цитадели, в кавычках, православия на Кавказе, в одном из мест, объединяющих, в кавычках, Абхазию и Россию, то есть в кавычке, потому что он не хочет, чтобы это так звучало, в захваченном раскольником на Афонском монастыре. Как это могло случиться? Я, видимо, что-то важное пропустил. И вот на эту реакцию Мамонов дает, отец Николай, соответствующие рекомендации дает Мамонову, и тот заказывает репортаж, который был показан на телеканале «Россия-1» 29 декабря 2014 года. Друзья мои, поэтому ничего нового нету, чтобы вы понимали, и чтобы вы не переживали. Я за вас, собственно говоря, переживаю, потому что вы все думаете, что я после, значит, вот этого шквала статей, значит, против меня, Новоафонского монастыря, Священной Метрополии Абхазии, что я, значит, днями и ночами сижу и думаю, что мне теперь делать, чтобы не было у вас этого ощущения. Далее, вот, касаясь вот этой темы поведения вот этих людей, к сожалению, как представители церковной среды, так и светской среды, которые, к сожалению, не всегда адекватно оценивают нашу ситуацию, я хочу привести одну очень важную цитату, буквально я ее почитал накануне, это лекции по античной философии, которые были прочитаны очень известным философом советского времени, в частности, в одной из лекций, посвященной сравнению античной и российской, ну, в то время советской культуры, он, в частности, заметил следующее, в чем, он говорит, разница, что является самым близким нам и самым понятным в традиционной нашей культуре, имеет в виду жители тогда, это, по-моему, 70-е годы Советского Союза, и он пишет дальше, ну, и в целом, обобщая вообще культуру, мы всегда моральны завтра и всегда моральны все вместе, а сегодня можно и необходимо обманывать, говорить неправду, уступать, почему необходимо, говорит он, потому что все разумные люди так думают и так считают, «Но завтра я же знаю, что я хороший и добронамеренный, сделаем добро все вместе». Вот это поразительная цитата, друзья мои, которая очень хорошо характеризует вот эту категорию людей, для которых мораль, она должна быть завтра и все вместе, а сегодня можно и обмануть, можно неправильно поступить, можно оклеветать, можно написать заказную статью, но вот завтра мы будем строить общую мораль для всех. Я почему говорю, что это относится к этой категории людей? Потому что одновременно вот с публикациями всех этих статей, которые вы видели в социальных сетях и в других интернет-рисурциях, появилось небольшое интервью известного российского актера Евгения Миронова, вот все вы его хорошо знаете. Он давал это интервью здесь как раз на фоне нашего монастыря, как шло вечернее, простите, богослужение. Вы знаете, настолько было приятно из уст этого человека услышать вот такую адекватную оценку, поэтому я не хочу обобщать ни журналистов, ни экспертов, ни интеллигенцию, всех вместе нельзя обобщать. Но, к сожалению, так получается, что чаще всего об Абхазии говорят как раз пропагандисты, у которых нет задачи осмотреть, вникнуть, понять эту страну, понять нас с вами. У них задача одна – поставлена цель, значит, Институтом страны СРГ, СНГ, Константином Федоровичем Затулиным, значит, ее любыми средствами надо выполнить. Вот, к сожалению, и такое тоже бывает. Далее, чем вызвана вот этот очередной град, спросить за эту фразу, статья и выступления? Как ни парадоксально звучит, друзья мои, это вызвано именно вами, моими друзьями в социальных сетях. Потому что когда вот эти пропагандисты видят, что просмотры моих выступлений, роликов и так далее от 10 тысяч до 26 тысяч, что невероятно много для абхазского сегмента интернета, конечно, у них на глазах ручатся отрицательного образа Циандрофея, отрицательного образа Афонского монастыря, тех идей, которые мы озвучиваем. И самое главное, кто из вас наблюдателен, может заметить, что, например, если 10 лет тому назад было какое-то мое выступление, или такая статья, Кунь-Пасквиль против меня, всегда люди, которые смотрели, комментировали, и делились 50 на 50. 50 поддерживали, 50 были против. А сейчас перелом в сторону идей, которые мы озвучиваем, не в мою сторону, чтобы вы понимали, в сторону тех идей, которые мы озвучиваем, будучи в Новоафонском монастыре. И когда у людей нет других аргументов, тогда начинается все то, что называется пропагандой. Но неужели непонятно, неужели это не выглядит смешно и абсурдно, когда ты говоришь о том, что в Новоафонском монастыре, в кавычках, да, в Новоафонском монастыре, простите, в кавычках, стал базой для НАТО. Но это же настолько глупо звучит, друзья мои. И эта же глупость озвучивается теми людьми, которые работают в институте стран СНГ, которые готовят соответствующие доклады, записки, экспертные заключения, и подают российским политикам. Исходя из этих заключений и исследований, российские политики принимают решение. Вот теперь понятно, почему очень часто российские политики, действующие политики, в чьих руках находится ресурс решения многих вопросов, почему они вот так именно порой часто себя ведут в отношении Абхазии, в отношении абхазского церковного вопроса. Потому что вот такие экспертные заключения, которые делает Кирилл Фролов, Михаил Тюреньков и все остальные. Вот в чем вся проблема. Но единственное, что я должен заметить, ну слава Богу, наконец-то признали, что оказывается все-таки моя статья написана в Новофонском монастыре и Александре Третьем, и Российском императоре, что все-таки там факты. Поэтому они сказали, ну да, дескать, вот, конечно, Александр Третьем не строил весь этот монастырский комплекс, но все-таки он 5000 рублей внес. Слава Богу, хотя бы наш диалог, дискуль, дискуль, как хотите называйте в интернет-пространстве, оно, по крайней мере, показало всем им, что картина не так выглядит, как мы для себя ее сложили, для себя ее сформировали. Теперь в отношении обращения ко мне, значит, ипархиального совета Абхазской православной церкви, то есть абхазского духовенства, грубо говоря, большинства абхазского духовенства. Ну, тут надо заметить, что ничего нового нету. Я, безусловно, друзья, не буду комментировать какие-то сплетни, потому что там очень много просто сплетен, да, и я даже знаю, кто этот текст писал, вот просто не хочу озвучивать в прямом эфире имя и фамилию этого человека, но, понимаете, это сплетни. Вот там где-то кто-то услышал, кто-то где-то сказал, за каким-то столом сидели, отец Дорофей сказал и так далее. И, безусловно, я никогда не опускаюсь на этот уровень, не буду тем более это комментировать. Единственное, что я хочу заметить две вещи. Это обращение, это, знаете, такой яркий пример, яркий пример классической византийской манеры ведения диспута, да, значит, дипломатии византийской, которая, ну, скажем так, близка очень, если не повторяет, фарисейскую манеру. В чем она заключается? Если вы увидите обращение ко мне, да, вначале начинается «возлюбленный во Христе отец Дорофей», затем «он сволочь и негодяй» и так далее, и так далее, потом в завершение «с любовью во Христе нашему брату». Друзья мои, ну, это же странная любовь такая, да? И часто, к сожалению, во многих церковных текстах очень часто мы видим вот эту византийскую казуистику, да, когда, ну, как ты можешь говорить «с любовью во Христе», если ты потом без конца ругаешь человека, да, без конца его упрекаешь, как эта любовь должна выглядеть, друзья мои. Вот, это первое. Второе, значит, в этом обращении говорилось о том, что, значит, я обманул бывшего президента республики Абхазии Рауля Хаджинба, обманул святейшего патриарха, ну, вообще всех обманул и так далее, вот, значит, сказал одно, не выполнил другое. Друзья мои, я всегда апеллирую документами и фактами, да, я историк. Вот в этом обращении, если они хотели бы действительно показать, что это так и было, надо было опубликовать эти письма, да, значит, письмо Рауля Хаджинба и отца Виссариона в адрес патриарха московского и всей Руси, я ее держу здесь в своих руках, я все-таки историк, все эти документы всегда у меня под руками, значит, другое дело, что тогда меня попросили не опубликовывать, чтобы не помешать общему делу, я не стал их опубликовывать. И, значит, второе письмо, это уже ответное письмо, значит, митрополита Илариона на имя уже президента Рауля Хаджинба. Оно тоже не опубликовано, мало того, это письмо поступило, значит, в июле, в июле месяце прошлого года, и нам ее не показывали практически где-то 3 или 4 месяца. И только после того, как Рауля Хаджинба не стал президентом, у нас появилась возможность хотя бы ознакомиться с этим документом. Я не знаю, почему канцелярия нашего президента хранила это письмо как какой-то особо важный секретный документ. Так вот, в письме, в котором, который был написан в адрес патриарха Московского от имени президента, от имени отца Виссариона, здесь хочу заметить вам, друзья мои, что, ну, раз мы уж говорим откровенно, текст письма составляли мы, в том числе и ваш покорный слуга. Вот. Потому что, к сожалению, официальные письма некому составлять, нам же нужно соответствующий церковный язык, обоснование, терминологии и так далее. Вот этот текст письма был составлен нами здесь, в новом Афонском институте, для того, чтобы помочь всему абхазовому духовенству в решении общих церковных проблем. И вот в письме, в завершении, говорится там, после преамбу до истории и так далее, говорится, я цитирую, да, значит, потому что там, в тех публикациях, о которых я говорил, вы не найдете никакой цитации. Значит, во имя Христова мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии, во благо православия в нашей стране, мы просим вас, ваше святейшество, дать соответствующие рекомендации и благословения архиепископу Майкопскому Адыгейскому Тихону о приостановлении прещения наложенных нахиеромонахов Дорофея Дбарь и Андрея Ампарь и позволить абхазскому духовенству и всей православной пастве Абхазии самим на месте приложить все усилия к урегулированию существующих церковных проблем. Вот, что мы просим. Ну, к сожалению, в ответе, я не буду полностью его зачитывать, снова все то же самое, что мы десяток лет слышали. А что мы слышали? Значит, часто мне задают это тесторофей, но почему ты не пишешь покаянное письмо? Я его никогда не напишу, друзья мои, чтобы вы понимали. И впоследствии, вот, в ходе нашей с вами сегодняшнего эфира, я бы даже сказал, может быть, это больше лекция, нежели простое выступление, я вам поясню, почему я этого не сделаю. И третье, что я бы хотел заметить по поводу обращения абхазского духовенства ко мне, значит, с очередным призывом покаяния. Друзья мои, надо понимать одну очень важную вещь. Но если вы хотите, я в данном случае имею в виду отец-веселин, и остальное абхазское духовенство, от лица которого было написано это обращение, но если вы хотите, чтобы люди, значит, поддерживали ваши идеи, если вы хотите, чтобы они лайкали ваше выступление, если вы хотите, чтобы они смотрели ваше выступление, нужен всегда позитивный утихмон. Понимаете, это главная ошибка как абхазского духовенства, так и вот всех этих экспертов, о которых я только что перечислял, включая самого Константина Федоровича Затулина. Понимаете, нельзя, значит, убедить абхазскую паству или абхазский народ только тем, что все время критиковать отца Дерафея, отца Давидену в Афонский монастырь, вот какие они все плохие и стараться только убедить, что вот они плохие, вот они главная проблема всего того, что происходит в абхазии. Нужен позитив, понимаете, вы должны сами позитивно созидать, показывать людям, что у вас идет развитие вашего института, вы пишете книги, статьи, делаете публикации, настаиваете на исторической правде, на том, что абхазская церковь должна возродиться. И самое главное, ведь существуют конкретные шаги этих позитивных действий. Вот, например, один из них. Вот представьте себе, отец-вицарен, который столько сил тратит, уже столько лет, на борьбу, в кавычках, простите, с нами, здесь, с новоафонским монастырем, со мной и так далее. Вот, если бы он, например, используя свои связи, в том числе, используя возможности Константина Федоровича Затулина, взял бы троих молодых абхазцев, подготовленных к тому, чтобы стать священниками, и тихо-молча где-то нашел бы лазейку, рукоположил бы их в рамках, в границах русской церкви, привез бы их в Абхазию и сказал бы нашей пастре, нашему народу, нашему руководству, вот, друзья мои, перед вами три новых абхазских священника. Поверьте мне, все поддержат, в том числе и я поддержу такого рода действия. Вот в чем заключается позитив. А когда этого не происходит, и все время, значит, без конца идет, значит, одни и те же стрелы идут в одну и ту же сторону, ничего у себя не созидая, друзья мои, в этом случае не получится, чтобы люди вас поддерживали, люди лайкали ваши выступления, люди внимательно вчитывались в то, что вы говорите и пишете. Теперь перейдем уже к теме нашей сегодняшней лекции, непосредственно к канонам. Вы знаете, это очень интересная тема, на самом деле, потрясающе интересная тема, просто не всегда у нас есть возможность о таких вещах говорить, вообще о внутрицерковной жизни, о древней истории царя. Мы все время, к сожалению, зациклены на тех проблемах, которые сегодня существуют, но это вполне понятно, потому что эти проблемы сегодняшние напрямую нас касаются. Так вот, каноны – это очень важная вещь, древние каноны или правила. Канон означает с греческого правила, да? Но единственное, что я хочу заметить, я думаю, что многие из вас видели такой замечательный сериал современного итальянского режиссера Паула Салантини «Молодой папа». Впрочем, как все его остальные фильмы, они очень хорошие, да? Единственное, что я могу сказать, что я видел только первую серию, значит, 10 серий, я не видел последующие, продолжение этого сериала. Так вот, и там госсекретарь Ватикана говорит такую вещь. И папские послания, он говорит, их никто не читает. Это, как говорит сочинение Марселя Пруцци. Их никто не читает, но все их цитируют. Так вот, вот эта фраза, она действительно очень подходит к тому, что хочу сказать сейчас я. Очень часто в православной среде, и в том числе те люди, которые писали вот эти, пасквили против меня, да, и обращения, они начинают всегда говорить, вот, святые отцы сказали, древние каноны утверждают. Никогда, поверьте, не читая ни святых отцов, ни сборники канонического церковного права. Вот это очень часто, к сожалению, у нас в жизни происходит. Вот если бы они читали их целиком и полностью, да, у нас картина была бы совершенно иной. Почему? Вот обращу ваше внимание на несколько примеров, на несколько примеров. Значит, сегодняшняя церковная практика такова. Подавляющее большинство священников православных, включая и абхазское духовенство, подавляющее части абхазского духовенства, требует от мирян перед причастием в воскресный день, на литургию, держать постом два, три, четыре дня у всех по-разному. Подавляющее большинство. А в канонах церкви, в апостольских правилах, и затем это правило было закреплено в решении Шестого Вселенского Собора, сказано о том, что в категорической форме пост держать мирянам и духовенству в субботний день категорически запрещается, и что это практика, установившаяся в римской церкви, тогда мы были едины церковью, и она недопустима. А теперь соотнесите это с тем, что 85, а то и 90 процентов современного православного духовенства требует от мирян держать пост, в том числе в субботу накануне воскресной литургии причастия. Как же так получается? Или второе, вот я напрямую обращаюсь к православным батюшкам, которые делали ко мне обращение абхазскому духовенству, вы встаньте на зеркало и посмотрите, как выглядят современные православные священники с распущенными волосами и так далее. И почитайте каноны, регулирующие даже одеяния священников внешних видов из того же Шестого Вселенского Собора, из канонических решений Шестого Вселенского Собора, где сказано, что если священник согрешил в чем-то, в качестве видимого его наказания он не постригал свои волосы, распускал волосы и в таком виде, значит, в каких-то там лохмотьях ходил с покаянием и только после того, как он раскаялся, то бишь изменил свой образ жизни, принимая снова его в церковь, ему постригали волосы. Теперь соотнесите это с тем, как сегодня большинство православных священников выглядит. Я это к чему говорю друзьям? Это поразительные вещи, которые каждый раз меня удивляют, когда я вчитываюсь в древние тексты и так далее, как получается, что сегодня то, что мы считаем истинно православным и только таковым, это все, кстати сказать, вот в этих как раз публикациях очень четко было видно, что там отец Трофе разрешает людям приходить в любом одеянии в храм, он там поставил скамейки, он не требует этого, он не требует того. Друзья мои, ну как я могу требовать? Как я могу требовать? Если я читаю древние тексты, в том числе каноны и правила Вселенских Соборов, я вижу совершенно обратную картину, нежели то, что мы сегодня с вами наблюдаем. Вот это первое, что я хотел бы сказать. Второе, теперь уже в отношении канонов Вселенских Соборов. Здесь я хочу отметить следующее. Может быть, большинство людей не знает, и главным образом священник Владимир Василик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, он, видимо, просто не знает, что маленькая Абхазия, маленькая Абхазская церковь, она значит, знакома с каноническим сводом православной церкви, не из сборников, которые были опубликованы в разное время в разных странах, не из каких-то устных преданий. Абхазия ознакомилась с решениями Вселенских Соборов, они для нас с вами являются главными, непосредственно через епископов из Абхазии, принимавших участие во многих Вселенских Соборах. Вот приведу вам пример. Святой стратофил, значит, епископ города Петюца или современные Петюцанды, одного из отцов 318, это чаще всего эта цифра фигурирует, хотя не все историки согласны, там разные мнения существуют, сколько отцов было на этом соборе. Так вот, одного из отцов первого Вселенского Собора, который состоялся в 325 году, 1740 лет тому назад абхазский епископ из Абхазии поехал на Первый Вселенский Собор в город Никета, современная территория Турции, и оттуда привез принятый символ веры, то есть Конституция Церкви, и 20 правил Первого Вселенского Собора и ознакомил христиан начала IV века на территории Абхазии с этими решениями. Или другой пример. Святой Фаустин епископ Зиганец, это небольшое местечко в окрестностях города Ачинчиры, а одного из святых отцов Трульского собора, который состоялся в 690 году, этот собор является продолжением VI Вселенского Собора. или же святого Константина, епископа Себастополиса, то есть современного Сухума, столицы Абхазии, одного из святых отцов VII Вселенского собора, который состоялся в 787 году в той же Никее. Друзья мои, вы только вдумайтесь в эти исторические факты, а теперь давайте спросим большинство православных церквей, многочисленных, значимых, имеющих сегодня влияние, вот большинство особенно славянских церквей, давайте спросим, какой у них епископ, на каком Вселенском соборе участвовал. Поэтому не нужно пренебрегать маленькой Абхазской церкви, значит, если у нее сегодня нет таковых возможностей, которые когда-то у нее имелись, потому что это церковь, в которой предание и церковная жизнь, преемственность сохранялась с древнейших апостольских времен. Поэтому нам не всегда обязательно просто снова почитать какой-то канонический сборник в наших жилах, в крови нашей. Вот мы сегодня Абхазы, живучи здесь, как и другие, в нашей крови это присутствует, потому что эта преемственность идет из поколения в поколение. Что-то мы уточняем, что-то выясняем и так далее. Поэтому Абхазская церковь, она древняя и она не нуждается иногда вот в этих совершенно необдуманных получениях, в данном случае в получении отца Владимира Василики, который практически отвечал на все вопросы журналиста, как будто семинарист. Я почему это сравнение делаю? семинариста. Что значит ответы семинариста и ответы состоявшегося священника или богослова? Семинарист, он как отвечает? Все по книге. У него есть ответы на все вопросы, нет никаких проблем. Такой вопрос, такой ответ, такой вопрос, такой ответ. То есть не пережито, не обдуманно, не пропущено через себя. И это же совершенно очевидно было. Дальше. Теперь несколько слов позвольте мне сказать о неканоничности ситуации в самой Абхазии в наше время. Друзья мои, поймите, что все священники, которые сегодня служат в Абхазии, не только я, но и любое другое священие, как абхазцы, как и русские, украинцы, которые служат на территории Абхазии, православные священия, мы все неканоничны. Знаете, почему? Потому что все, значит, каноничны, на той или иной территории, а потом поясню это еще ниже, на той или иной территории, в данном случае на территории современной республики Абхазии должен быть епископ, который имеет титул одного из города Абхазии, ну, например, чаще всего раньше было Сухум-Абхазский или Сухум-Апетсонский, да, и так далее. И этот епископ каждому из нас священнику дает право служить в том или ином храме, выдавая такой предмет, который называется антиминс. Это такой плат, значит, с изображением погребения Христа, где он чернилами надписывает свой титул и, значит, надписывает, какому конкретному храму этот антиминс передается и какому священнику для совершения литургии, потому что литургия полноценно совершается только епископом. Если она совершается священником, на это епископ дает силу, там, допустим, отсутствие возможности, свои полномочия. Вот эти полномочия выражаются вот этим платам, которые на церковном языке называются антиминс. Давайте посмотрим все абхазские храмы, у кого такой антиминс есть. Ни у кого. У всех у нас либо какие-то дореволюционные оставшиеся, либо какие-то кто-то привозил там, где он находился, на Украине, в Греции, в России и так далее. Но ни у одного абхазского священника сегодня нет плата от действующего епископа на территории Абхазии. Поэтому все неканоничны. Кстати, помнил, что когда я работал года два тому назад в Абхазском государственном музее, люди просто не знали, потому что церковная тематика специфична. Оказывается, там хранится вот этот антиминс Лыханского храма начала 19 века. Это очень интересный факт, простите. Вот. Далее. Теперь по поводу непосредственно самих коронок здесь я хочу заметить следующее. Мы отцов церкви, участников вселенских соборов празднуем в разные дни в течение церковного года календаря. И вот, например, в седьмое воскресенье после Пасхи вспоминаются отцы первого вселенского собора. И вот всякий раз, когда мы празднуем день памяти отцов всех семи вселенских соборов, то они вместе, то они раздельны, там все это по-разному, но это другая тема, сейчас я не буду этого касаться. Так вот, когда мы празднуем, что я делаю? Я прихожу в храм, готовлюсь к проповеди, приношу с собой решения вселенских соборов, отцов тех или иных вселенских соборов и канонический свод правил, которые были приняты, и знакомлю свою паству с этими решениями. Почему? Потому что самого на церкви в наше время можно услышать все, что угодно, значит, борьба с масонами, с мировым злом, с пандемией, значит, со всеми врагами, которые нас, православных, окружили, но никогда, к сожалению, или, по крайней мере, очень редко, когда ты слышишь, значит, проповеди на евангельскую тематику, на прочитанный фрагмент Евангелия, прочитанный фрагмент апостола, и в том числе на разъяснение догматических решений вселенских соборов, на разъяснение правил, которые были тогда приняты, как они соотносимы в современной церковной жизни. Вот этого, к сожалению, никогда не делается. Поэтому, вот если бы, например, паства Сухумапитсунской епархии, большинство абхазского духовенства, вместо того, чтобы сам вон ругать отца Дорофея, но Афонский монастырь, чаще обращались бы к этим текстам и комментировали бы, то абхазское паства тоже понимало бы ситуацию. И она бы более спокойно относилась ко многим вещам, которые, к сожалению, имеют место в нашей жизни. Так вот, разъясняя 20 правил Первого Вселенского Собора, я им зачитал отдельные правила, я вам хочу зачитать одно из этих правил. Здесь говорится следующее, правило Четвертое. Епископа поставлять наиболее прилично всем той области епископам. Если же это неудобно или нет возможности по дальности пути и так далее, по крайней мере три епископа в едином месте дособерутся, то есть в одном городе, а отсутствующий да изъявит согласие посредством письменной грамоты и тогда совершат рукоположение. Удверждать же такое действие в каждой области, то есть епархии, подобает ее митрополит. Вот такое очень важное правило, регулирующее административно-церковную жизнь Древней Церкви. Давайте теперь вот это правило соотнесем во-первых, с четвертым веком и с ситуацией церковной в Абхазии. В четвертом веке, когда принимается это правило, там, где оно принимается, присутствует епископ Петюса, Петюнды. Так получается, таким образом, вот этот епископ Петюнский был рукоположен епископами области по-русски, по-гречески епархия, значит, провинция Понт-Полимантийская, она так называлась, она охватывала территорию современного Трапзона на территории Турции, далее территорию Западной Грузии, далее Абхазию. Значит, вот все епископы собирались, или если не получалось всем вместе, в силу разных причин, то три обязательно должны были приехать в Абхазию, значит, либо вызвать кандидата из Абхазии в любой город, где собрались три епископа, и они рукополагали нового епископа. И затем это утверждалось митрополитом Неокисари, что значит митрополит, то есть епископом главного города, митрополии, да, в каждой области было много городов, в Римской империи, да, в провинциях, а вот был главный город, его называли митрополия, да, то есть, что с греческого переводится мать-город, или мать-городов, да, отсюда слово митрополия и митрополит, так вот, и этот митрополит утверждал. Теперь отнесем вот это положение дел IV века к нашему времени. Значит, мы хотим с вами епископа, как согласно вот этому правилу, которым мы должны следовать, на которое все ссылаются и так далее, как должно произойти. Значит, должны три епископа Грузинской Православной Церкви, почему Грузинская Православная Церковь. Дело в том, что в 1943 году в нарушении десятка канонов Православной Церкви нас включили в состав Грузинской Церкви. Чтобы вы понимали, такой простой пример. Происходит революция, 1918 год, на территории Абхазии находится в городе Сухум епископ Сухумский Сергий, и Грузинская Церковь объявляет автокефалию, откалывается от Русской Церкви, и в тот же Сухум назначает Амвросия Хилая епископом Сухума Абхазки. Наличие двух епископов в одном городе вопиющее нарушение церковных канонов, регулирующие церковно-административную жизнь Церкви. Это сделала Грузинская Церковь. Поэтому я говорю, вопреки канонам нас включили в состав Грузинской Церкви, и по факту сегодня мы являемся частью, по крайней мере, Де Юрия Грузинской Церкви, и так нас считают все. Де факту мы никакого отношения к ним не имеем. Так вот, чтобы это произошло, три епископа грузинских должны прийти сюда, рукоположить нового абхазского епископа. И это должен католикос Грузии, который, помимо всего прочего, в свой титул еще включил значит, епископ Сухума Пицунский. Это тоже вопиющее нарушение канонов, потому что у каждого епископа в титуле может быть только один город. Так что же получается, друзья? Понимаете, вот что значит каноны Церкви. А теперь, чтобы еще проще вы понимали, потому что люди же не всегда понимают всю эту ситуацию. Вот это правило, которое я вам сказал, оно что отображает? Система устроения Церкви в древнее время было таковым. В каждом городе был епископ, и в каждом городе община верующих, измерян, пресвитеров, то есть священников, диаконов, во главе с епископом, у которых был один или несколько храмов в этом городе, это и была Церковь. Вот Церковь не была, как мы в наше время понимаем, значит, в рамках какой-то страны, нет, это было в рамках города. Потом, когда христианство распространилось, появилось много городов с епископом, то есть много церквей, тогда сделали так, что все епископы городов подчиняются административно епископу метрополии, то есть матери городов той или иной области, то есть грубо говоря, столице какой-то провинции. И таким образом выделились такие центры, как Александрия, город Александрия, как Антиохия, как Иерусалим, как Константинополь, как Крым и так далее. И обратите внимание, в титуле любого патриарха любой страны вначале всегда идет город, то есть патриарх Константинополя, патриарх Александрии, патриарх Антиохии, патриарх Москвы, а потом только все остальное. Поэтому с этой точки зрения решение абхазского церковного вопроса означает появление здесь епископа, который возглавит нашу с вами паству, состоящую из мирян, священников, пресвитеров, дьяконов и так далее, у которого будет титул одного из восьми городов в Абхазии, это уже на наше с вами усмотрение, и самое главное будет титул митрополии, то есть столицы города Сухума. Вот когда это произойдет, тогда мы можем уже сказать о том, что институт церкви на территории Абхазии существует, а сегодня нету, и вот это все обращение епархиального или церковного совета абхазской православной церкви, друзья, это все фикция, вот, и священная митрополия Абхазии тоже все фикция, почему? Потому что ну как-то мы должны организоваться, ведь абхазское духовенство в этом не виновата, чтобы вы понимали, в том, что мы находимся в антиканоническом положении 27 лет, я уже не говорю, например, требования канонов, что, допустим, на той иной кафедре епископ может отсутствовать всего лишь несколько месяцев, а вы представьте себе, канон говорит несколько месяцев только может быть вдовствующий кафедра, то есть умер какой-то епископ или он куда-то исчез и вслед за ним должен быть выбран следующий епископ через несколько месяцев, а мы уже 27 лет не имеем на территории Абхазии епископа, но мы в этом не виноваты, почему? Потому что это все последствия войны отечественного мира Абхазии, да, 1992-1993 годов, когда грузинский епископат, грузинское духовенство пошло на поводу у грузинских националистов, которые развязали эту войну, мы же не требовали от грузинского епископата или духовенства встаньте на сторону Абхазов, хотя, наверное, священники и епископы, которые здесь находились в Абхазии, должны были это сделать, мы же этого не требовали, ну, по крайней мере, занять хотя бы нейтральную позицию, сказать о том, что и Абхазы, и грузины, которые здесь на территории Абхазии, равны, как и остальные русские, греки, все это наше паство, где-то же можно было сказать, это они не сказали, и исход войны вы все хорошо знаете, победы Абхазы, соответственно, все вынуждены были покинуть, покинув, они с этого момента не дают нам вообще никакой возможности решать абхазский церковный вопрос, сидят в Тбилиси, да, присвоили тебе титулы всех городов Абхазии, Сухумский, Пицунский и так далее, думают, что когда-то через сто лет значит, ситуация сложится по-другому, они снова могут контролировать территорию Абхазии, совершенно не переживая о том, что за все эти сто лет на самой территории Абхазии может вообще православных не останется, значит, я не буду, друзья мои, полностью цитировать вот все эти правила, вы можете почитать, написал, я опубликовал такую статью, она называется «Древние каноны и современная церковная ситуация в Абхазии» на нашем официальном сайте «Анахаорг». Эта статья моя опубликована в прошлом году, если кому интересно, вы откроете для себя и целиком ее прочитаете, единственное, позвольте значит, почитать завершающую, завершающий абзац этой статьи. Предвзятый формальный подход с точки зрения церковного права к абхазской церковной проблеме со стороны иерархов соседних церквей, то есть русской и грузинской, ставит нас перед дилеммой либо избрать точное следование букве закона и как следствие церковной жизни в Абхазии погаснет окончательно, поскольку возврат в лоно грузинской церкви и рукоположение от него эпидска по Абхазии неприемлемо вследствие войны для абхазского духовенства, навязанной Абхазией грузинской стороной, либо следует словам выдающегося российского церковного историка профессора Василия Васильевича Болотова канонично то, что полезно для церкви, необходимо найти выход из положения, исходя из прежде всего идеи пастырской заботы о конкретно православной пастве Абхазии. Это, друзья мои, очень важно, да, буква и духа закона. Я очень часто об этом говорю, кстати, сказать, это очень хорошо говорит с апостолом Павлом в одном из его посланий, и вот говоря о духе и букве закона, и говоря о церковных канонах, я бы хотел перейти к следующей теме, не менее важной теме. Вот как в истории церкви так получалось, что очень часто используя церковные каноны, осуждали выдающихся отцов церкви, например, святого Иоанна Златоуста или святого Григория Богослова, столпов христианства и нашей с вами православной церкви, ведь они оба были низложены со своих кафедр, то есть с кафедр Гостопольской церкви, оба были низложены всеми остальными епископами, используя церковные правила и каноны. Вот что значит буква закона и дух закона, но они сами никогда это не воспринимали, потому что они считали, что не букве закона надо следовать, а дух. Что это означает? Друзья мои, к сожалению, очень часто так бывает, да? Значит, люди не понимают, что церковные правила и каноны своего рода придорожные знаки. Понимаете, когда мы с вами садимся за руль или являемся пешеходами, много знаков мы перед собой видим, чтобы эти знаки регулируют наше движение с вами, чтобы нам доехать туда, куда мы хотим, нам дойти до того места, куда мы хотим, и эти знаки всего лишь помогают. А если мы уткнемся, один знак, и будем держаться за столом и говорить, что вот, значит, цель моей жизни, ну это же глупо, то же самое церковные правила и каноны, они всего лишь вот эти придорожные знаки, регулирующие движение человека по пути его спасения своей души. Но если он упрется только в эти каноны и правила, он так никогда и не дойдет до своего спасения. Самое главное, при экстренных ситуациях, как на дороге бывает, если во время непредвиденных обстоятельств, экстренной ситуации, если мы будем следовать правилам, друзья мои, это закончится трагедией. Мы же с вами как делаем? По ситуации выруливаем из этой то же самое в церковной жизни. Нам сейчас абхазскому духовенству надо вырулить, чтобы в конечном итоге продолжить путь свой, нашей пастве, путь спасения наших душ. Вот о чем нужно думать. Вот эта позиция, она очень хорошо видна из жизни святого Иоанна Златоуста. Я очень часто вспоминаю об этом святом. Дело в том, что я просто писал диссертацию в силу того, что он был сослан в тот же самый Питиус Питсунду в 407 году, то есть в начале 5 века. Он правда не дошел до нее, умер по пути в Питиус Питсунду, но меня этот исторический факт привлек, и я хотел исследовать тему Камана Абхазских, Питсунды и так далее, поэтому за 8 лет учебы в Греции я почитал практически все его древние жизни описания на языке оригинала, то есть на древнегреческом. Я прочитал все его письма, которые он писал, ссылки и так далее. Поэтому у меня сложилась очень хорошая картина, по крайней мере, последних годов жизни, начиная от неизложения в Константинополе и трехлетней ссылки, и потом уже кончины этого святого. Поэтому все то, что читалось мною, я это все фиксировал, и, простите уж за откровенность, является неким руководством и на моем собственном жизненном пути. Так вот, значит, в одном из писем, в одном из писем, есть так, 17 писем к Олимпиаде, это очень богатая женщина, жившая в Константинополе, которая всецело поддерживала Иоанна Златоуста, когда его собственные собратья и епископы осуждали, чтобы вы понимали, значит, на двух соборах его осудили, то есть не изложили, это хуже, чем запрет, вот, для сравнения, и сослали, да, значит, она его поддерживала, и он в ссылке писал письма Олимпиаде, поддерживая ее, потому что вся его пасла была в печали, что с ним так поступили, и в одном из писем он сообщает об устроении церковной жизни в Готфе, да, значит, чтобы вы понимали, это северо-западной побережья Черного моря, территория Крыма и дальше, там жили Готские племена в то время, по соседству как раз с адыгами и абхазами, он пишет, мне дали знать готские монахи, что пришел дьякон Мадуари с известием, что тот восхитительный епископ у Нила, тоже интересные имена, да, которого я недавно рукоположил и послал в Готфию, совершивший много великих дел, умер, и дальше в письме говорится, что значит готы просят рукоположить нового епископа, но вот прислали епископа, его теперь нет, они просят нового епископа и причем посылают туда диакона Мадуари, чтобы его рукоположить, ну и Иоанн Златовуц прекрасно понимает, что происходит в Константинополе, он находится в ссылке и понимает, что те, кто остались в Константинополе все загубят, всю его христианскую миссию в Готфе, и он пишет Олимпиаде, если возможно тайным образом как-то прислать этого человека к нему в ссылку, он там его рукоположит в епископе. Друзья мои, это поразительный факт. Иоанн Златовуц, осужденный двумя соборами, не изложен, там 30 обвинений было выдвинуто против него, не изложен, то есть он для всего христианского тогда мира не является вообще епископом, значит, кроме близких ему епископов, которые его поддерживали, за это пострадали. Так вот, он находится в ссылке, и ему все равно на все эти церковные правила и каноны, которые мы с вами очень часто любим цитировать, и он только думает о том, как помочь Готам, потому что они только-только стали христианами, как им помочь, чтобы вот этот христианский очаг не был потушен у Готов. Вот о чем думает человек о несоблюдении каких-то формальных канонических правил. Это, друзья мои, конечно, просто поразительно. Здесь я хочу еще один факт вам напомнить из истории Абхазской церкви. Уже в VI веке, когда Юстиниан великий император, с помощью Евнуха, как его называли, препозит священной Испании, то есть главный Евнух императорского дворца. Он был Абхазин, Ефрат Абхазин. Мы эту историю хорошо все с вами знаем. И он его присылает сюда для окончательной христианизации абхазских племен и так далее. Но там есть один очень любопытный факт, который зафиксировал Прокопик и Царийский. Когда вот уже VI века узнали о том, что в Константинополе рукоположили епископа для Абхазии, то есть для Абхазии, они в этом письме в своем обращении просят, вот как вы дали епископа очередного Абхазика, просим вас нам дать и нам в этом очередного епископа. Вот такой интересный факт, надо заметить, тоже был, существовал в то время. И в завершении, значит, друзья мои, вот эта статья, которую только что я вам пересказал, она называется так, я ее написал пять лет тому назад, называется «Керархом церкви», берите пример с Великого Иоанна Златоуста, иначе лишитесь награды бедной вдовы. Если вам будет интересно, вы ее тоже можете почитать в интернет-ресурсах. Теперь в завершении, значит, я опубликовал еще одну статью, она называется «Об одном аспекте жизни и деятельности великого Иоанна Златоуста». Значит, я обратил внимание, что очень частные исследователи, я практически ознакомился со всеми работами всех исследователей, которые на сегодняшний день существуют не только в России или в Греции, во всем мире. Все эти работы были собраны мною, и я со всеми этими работами ознакомился. Так вот, у Пучин очень важный момент из жизни этого великого человека, вот, например, его кеодорит епископ Киркский называл великим светилом вселенной святого Иоанна Златоуста. Какой момент был у Пучин? Иоанн Златоуст, по сути, один из первых иерархов за время издания Миланского Эдикта, значит, 300, ну, обычный, 313-й год дата называется, Миланский Эдикт означает признание христианства официальным на территории Римской империи. Вот после этого Эдикта прошло сто лет, Иоанн Златоуст первым обратил внимание на то, что вот это формальное признание христианства привело к тому, что епископы на территории Римской империи становятся владыками и господами. Они начинают жить по образу сенаторов, по образу различных римских чиновников со всей той роскоши, которая была в то время. И что он обратил внимание, что христианская жизнь, она отходит от евангельской. Жизнь простых христиан отходит от евангельской. Жизнь епископов теряет дух изначального епископского служения. Когда вы сегодня, друзья мои, вы слышите епископ, слово вы думаете это вот в золотом облачении, в каких-то там митрах, какой-то очень важной персоной. А знаете, что значит слово епископ? Подзиратель, прораб. В греческом языке в наше время оно используется для обозначения во время стройки прораба. То есть это обычный простой человек, который наделен той властью, чтобы надзирать за христианской общиной, руководить ею духовно, административно. Ну вот всего лишь что означает. Но в нашем представлении это средневековое представление, когда мы думаем, что это какой-то дельный князь, какой-то господин, какой-то владыка, какой-то очень важный человек, чаще всего даже были очень многие князья, становились епископами и так далее, у которых огромное владение и так далее. Так вот, он первым обратил на это внимание. Значит, когда его рукополагали, я назвал того, чтобы вы понимали, он был диагоналом в городе Антиохия, он отказался, ему не хотелось ехать в Константинополь. Его выкрали, собственно говоря, он об этом не знал, значит, кортеж возницы ждал императора, за городом его вывели, посадили, привезли, сказали, будучи епископом Константинополя. Так вот, против был, такой был епископ Феофил Александрийский, который один из церковных писателей того времени называл фараон церкви. Понимали, да? То есть настолько он влиятельный был и сосредоточил в своих руках столько власти в Северной Африке. Так вот, этот епископ Феофил говорил следующее. Ему не понравился образ жизни, поведения и самое главное свобода речи Златоуста. То есть то, что он открыто высказывал свою точку зрения. Вот что не нравилось епископам времени святого Иоанна Златоуста. В одном из писем, еще один удивительный факт, в одном из писем к той же Олимпиаде, значит, уже находясь в ссылке преследуемый, он пишет «Никого я так не боюсь, как епископа, за исключением немногих». Почему? Потому что сформировался образ епископа, как владыки и господина, соответствующими для этого властью, почестями, собственностью, роскошью и, самое главное, влиянием на светскую власть, с помощью которой святого Иоанна Златоуста сослали в ссылку. Значит, Златоуст со своей стороны не мог понять, почему, если он раньше, а он был аскетом, подвижником, монахом, если он, будучи монахом, вел определенный образ жизни, достаточно скромный, став епископом, он не мог понять, почему он должен резким образом свой образ жизни поменять. Если он стал епископом тогдашней столицы мира, Константинополь или как его называли Новый Рим, к нему однажды приехал епископ Верейский, это территория современной Греции, где, кстати сказать, проповедовал апостол Акаки. И когда Акаки увидел, как его приняли, как его стул ему накрыли, значит, Константинополь, он в возмущении сказал такие слова, я еще сварю ему, то есть Златоусту, похлебку. И он действительно потом был среди противников святого Иоанна Златоуста. Еще один момент для меня очень важный, потому что я вначале поставил один вопрос, почему я не пишу покаянные письма, и сказал вам, что я вам дам впоследствии ответ на этот вопрос. Так вот, святой Иоанн Златоуст, который с юности подверг себя аскетическому образу жизни, никогда не воспринимал монашеский образ жизни как один из способов подавления в себе человеческого достоинства, то есть смириться во всем и преклонить свою голову перед всеми. Кирион, епископ Халкидона, был очень такой известный епископ, один из участников судебного процесса против Иоанна Златоуста, все время называл его агонатом, то есть непреклонным. Поэтому, друзья мои, когда я вел переговоры, встречи и так далее, я всегда открыто говорил, простите меня, да, я монах, простите меня, я священник, все, я понимаю, но я вам не дам возможность подавить человеческое достоинство, тем более, простите, что я так говорю, у кавканцев это понятие очень усиленное, очень заостренное, поэтому я не позволю какому-то, извините, что я так говорю, какому-то епископу, майковскому или адейскому, или какому-то премиарху, кто бы он ни был, подавить это достоинство, потому что это самое главное, лучшее, я последую путем Иоанна Златоуста, да, пусть жизнь закончится в ссылке, но это достоинство сохранится, не потому, что оно кавказское, а именно потому, что христианство научило меня и этому, то есть смирение не означает подавить в себе достоинство, человеческое достоинство, я, кстати, сказать, очень часто своим прихожанам об этом говорю, потому что я не люблю, когда люди без конца уничижают себя, ой, я такой грешный, я такой недостойный, я такой несчастный, я ничего не могу сказать, я такой, ну, очень часто это, кстати, сказать, культивируется в нашей церковной жизни, что значит недостойный, если человек носит в себе образы и подобие Бога, то есть ни одно живое существо на этой земле и вселенной не имеет этого образа и подобия, сходства, то есть с Богом, как у человека, разве это не величайшее достоинство человека, друзья мои, разве это не величайшее, и вот этому я своих прихожан никогда не приучаю к этому без конца значит подавлять в себе это достоинство, без конца уничижать себя, да, но правда при этом есть другая сторона, которая классическое фарисество в наше время, да, что все видели, ой, я такой смиренный, грешный, значит, худший всех и так далее, стоит только меня тронуть, вдруг из меня вылазит такой гнев, ярость, ненависть к людям, и поэтому ты понимаешь, что оказывается это все всего лишь внешняя форма создания такого смиренного мирянина или смиренного монаха, поэтому, братья и сестры, Златоуц не позволил значит, ему все равно было, что два собора его осудили, что его не изложили, что его сослали, что его без конца там мучили, перевозили из одного города в другой, и в конечном итоге он умер в ссылке, по дороге в ссылку, от изнемождения физически сказав потрясающие слова, которые я тоже всегда повторяю, слава Богу, за все, но я остался человеком, я остался истинным христианином, я не побоялся ни патриарха, ни императора, ни импературе, ни фараона, церковного, феофила, никого я не побоялся, я был верен Христу до конца, и самое главное, за это он благодарил Бога, но и самое главное, он любил за это Бога, любил людей, в том числе, те, которые его знали, друзья мои, еще один пример, уж позвольте процитировать вам, чтобы вам не казалось, что только один златоуст такой был в древней церкви, великий Григорий богослов, это величайший богослов в истории церкви, значит, тоже не мог смириться с новыми порядками в жизни бископа, его времени, вот он пишет, я живу по старине, значит, он пишет в IV веке, чтобы вы понимали, я не знал, что мне нужно входить в соперничество с консулами, правителями областей и высшими военачальниками, которые не знают, куда расточать свое богатство, не знал, что и мне надо будет на отличных лошадях блистательно выситься на колеснице, что и мне должны быть встречи, прием с подобострастием, и что все должны мне уступать дорогу и расступаться передо мною. Теперь это сравните с официальными поездками нынешних патриархов, бископов, митрополитов. Разве вы не эту картину в более изощренном виде? Сегодня, друзья мои, вы и я наблюдаем. Это поразительная вещь, братья и сестры. Я у святого апостола Павла, значит, в его послании к кремлинам, есть такое очень интересное сравнение, он сравнивает свою жизнь, апостольское служение, то есть самое высшее служение апостольское, он сравнивает с тем, что, вот он говорит, когда идет шествие в Риме, то есть после одержания какой-то победы римской армии, осуществлялось такое шествие, торжественное шествие. Вначале там шли колесницы, военачальники, богато одеты и сзади в самом конце этого шествия шли плененные люди в той или иной битве. И вот апостол Павел говорит, мы, апостолы, подобны вот этим людям, значит, плененным людям, которые сзади в цепях идут в этом шествии. А в нашей современной церковной жизни что мы видим? Вот эти, которые должны в конце этого шествия идти, как в римские военачальники на современных дорогих колесницах в невероятно богатых облачениях шествуют впереди. И в завершение, друзья мои, позвольте привести завершающий абзац из этой моей статьи. Целиком вы тоже сможете его почитать в интернете. Она называется «Об одном аспекте жизни и деятеля Севеликого Иоанна Златоуста». Подавляющее большинство сочинений святого Иоанна Златоуста было посвящено разъяснению Священного Писания о не толковании священных канонов Церкви. Автор самого раннего жизнеописания святого Иоанна Златоуста псевдомартирий антиохийский писал псевдо означает, что мы не совсем уверены, что так звали этого человека или это сочинение написано именем другого человека, не просто в смысле какой-то обман, это научный термин такой существует при определении подлинности источников. Так вот, Мартирий антиохийский писал следующее. «Я думаю, что кто-нибудь, увидев того святого, то есть Златоуста, проповедующим, сказал бы, что он был пригвожден только к Священному Писанию». Вот это, братья и честные, самое главное в сегодняшней моей лекции. Я это без конца каждый раз за каждой проповедью в храме это утверждаю. Соотносите свою жизнь христианскую с тем, что говорит Христос в Евангелии и с тем, что говорят нам апостолы в апостольских посланиях. Я всегда говорю прихожанам, когда встает этот вопрос, что важнее каноны и правила или значит Священное Писание. Братья и сестры, обратите внимание, что за богослужением и самой главной ее частью Божественной Литургии мы никогда с вами не читаем никаких канонических сборник и правил поведения и регулирования церковной жизни. Мы всегда читаем фрагмент Священного Писания как из Евангелия, так из апостольских посланий. Это означает приоритет церкви. Она говорит нам о том, что для вас главным критерием вашей христианской жизни и тому, как вам нужно жить, как вам нужно спасаться, как вам нужно идти в духовном своем росте, это Священное Писание, то, что говорил Спаситель. То, что говорится в евангельских фрагментах. И самое поразительное здесь, вот ко всякий раз когда я это говорю, я это же говорю после чтения евангельского фрагмента, вот мы в храме тот или иной отрывок Священного Писания, слова Христа, притчи Христа или слова апостола и начинаешь соотносить с тем, что сегодня мы делаем. И меня вот это всегда поражает, братья и сестры, вот эта невозможность это совместить. То есть Христос говорит так, мы сегодня делаем совершенно наоборот и полагаем, что вот это истинная вера, вот это православие, что именно так и нужно поступать. Вот эта дилемма, которая для меня существует, она привела к тому, почему, когда мы возрождаем православную церковь в Абхазии, я не хочу ее возродить с учетом средневекового и опыта, я хочу возродить эту церковь, древнюю, абхазскую церковь, с учетом ее древней традиции, которая максимально была близка к тому, что говорил Христос в Евангелии, а не к тому, что говорили иерархи, патриархи, какие-то церковные чиновники, которые без конца только занимались тем, что все время искали, где эритик, где нарушитель канонов, где нарушитель правил и так далее. Вот это очень важный момент про отечество. В сегодняшней своей проповеди я еще подчеркнул один немаловажный фрагмент. Сегодняшнее чтение, связанное с богачом и Лазарем, то есть богатым человеком и нищим человеком, попавший потом значит умершими и потом их участь была совершенно разной. С чего начинается сегодняшнее евангельское чтение? Христос обращается к ученикам «Любите друг друга». Понимаете, если не будет любви друг к другу, не вот это формальное, да, вначале с любовью во Христе, потом сволоченька, я и такой плохой, и потом снова с любовью во Христе, да, наш брат, а истинная любовь, которая будет зыжиться на Евангелии, оно только даст возможность к подлинному возрождению человека и подлинному возрождению церкви. Поэтому, друзья мои, моя в частности, простите, что я так говорю, борьба в кавычках, разумеется, да, наши все действия, которые мы делаем, значит, все, кто работают со мной в священной митрополии Абхазии, все то, что делается в новом Афоне, оно направлено прежде всего на это, а не на создание просто очередной национальной церкви. Как говорил один из богослов XX века, в современном мире у нас существует федерация церквей, а не единая святая соборная апостольская церковь. Понимаете, не может быть церковь ни русской, ни грузинской, ни греческой, ни абхазской. Церковь Христова, она одна, она представлена в Грузии, в Абхазии, в России, в любой другой стране. Поэтому, если она церковь Христова, мы должны максимально ее приблизить к этим идеалам. Вот если бы это приближение было бы, друзья мои, в Хаске церковный вопрос давно решился бы, и не было бы столько у нас этих проблем. Поэтому, учитывайте, что в нашем случае вот мое упрямство, извините, что я так говорю, мое нежелание ни в чем кается, уж тем более там не за что кается, но оно связано именно с тем, что я понимаю, что если я отступлюсь, сделаю шаг назад, побоюсь каких-то публикаций, угроз, упреков, чего хотите, да? Соответственно, вот это маленькое семя подлинного христианства, подлинного понимания христианства, православия и подлинного устроения церкви, которое мы все эти 10 лет, поливая это семя, обрабатывая его, с трепетом относясь к ней, взращиваем, оно будет в одночасье уничтожено, и тогда у нас не будет будущего, поэтому эта борьба не за национальную церковь, не за автокефалию абхазской церкви, автокефалия ничего не значит в среде, в церковной среде не существует абсолютно независимых церквей, все мы составляем единую святую соборную апостольскую церковь, автокефалия всего лишь означает свободу действий, вот что мы хотим, когда мы говорим автокефалию, что мы не пили все время по рукам, чтобы мы могли хотя бы в рамках маленькой абхазии максимально нашу с вами жизнь приблизить к древнехристианской жизни, приблизить к евангельскому пониманию, поэтому я не отношусь к числу протестантов, там была другая крайность, они все правильно говорили, но потом их действия были совершенно иными, я не протестант, не реформатор, который просто что-то хочет изменить, я просто хочу возродить ту древнюю церковь, которая существовала у нас на этой маленькой земле, имела огромную историю и самый главный огромный опыт того, как должны функционировать христианские общины, как каждый христианин должен выстраивать свою жизнь, чтобы все мы в конечном итоге добились спасения наших душ и унаследования жизни вечной. Аминь. Благодарю за сегодняшнее внимание и все, кто были во время этой трансляции, всех вас благодарю, еще раз прошу, друзья мои, совершенно спокойно относиться ко всем этим публикациям и не переживать совершенно о том, что вот я там, дескать, опечален, не сижу в печали в Новоафонском монастыре из-за того, что без конца пишут разные пасквили, выставляют разные обращения против Новоафонского монастыря, против священной митрополии Абхазии и лично против меня. Еще раз благодарю вас за внимание. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа получилась в форме лекции и дело в том, что я лишен возможности, как и мое паство, проводить лекцию в связи с пандемией. Мы просто это не можем делать. У нас существует здесь богословский лекториум, как вы знаете в Новом Афоне, и каждое воскресенье поочередно я, Герман Маршани, отец Давид Сарсани, мы читаем лекции на разные темы для наших прихожан. Кстати, большинство из этих лекций выложены в свободном доступе, но из-за карантина, к сожалению, это у нас не получается, и поэтому мы вынуждены прервать проведение лекции в аудитории, хотя это намного интереснее, потому что там все-таки живое общение. Я тоже, кстати, склонен к тому, что образование на удаленке, это все пустая трата времени, и что каких-то особых результатов это не принесет. Но, к сожалению, в силу вот этих обстоятельств, хотя бы по воскресеньям мы вот в таком формате будем проводить различные лекции на различные темы. благодарю всех за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.